И еще о машинах, чья задача – приезжать как можно скорее. Сегодня в троллейбусном депо собрались водители пожарных автомобилей, где их ждали полоса препятствий и скоростное маневрирование. Всего три года за рулем пожарной машины и первое место в соревнованиях водителей по Кольскому району. Никита все упражнения проходит легко. Конечно, бывают и ошибки, но в суеверие молодой человек не верит, даже несмотря на пятницу 13-е. Несчастливый день. Впрочем, для нас он вспомнил старую пожарную примету. Ботинки нельзя чистить с утра. А почему? Ну, это еще с тех времен осталось. Когда ботинки почистишь, поешь на пожар. Так оно и получается. Ботинки почистил – поехал. Чтобы поставить участников равные условия, все этапы соревнования проходят на одной машине. Упражнения почти как в автошколе, только управлять приходится многотонной автоцистерной. Пощадку выбрали специальную в троллейбусном депо. Каждый год на этом месте в мастерстве соперничают водители троллейбусов. Все вы знаете, что водителям пожарных автомобилей предоставляется право на отступление от правил дорожного движения, но есть приписка – при условии обеспечения безопасности дорожного движения. То есть, если водитель пожарного автомобиля допустил нарушение правил дорожного движения и в результате прошло ДТП, водитель пожарного автомобиля виноват. Чтобы этого не было, повышаем профессиональный уровень водительского состава. Примечательно, что скоростное маневрирование – дисциплина редкая. На штабах страны проводится далеко не везде. Мурманск отличился. В этом году участвует 18 человек со всей области. Есть и группа поддержки – школьники. Мальчишки скромно признаются – каждый в раннем детстве мечтал порулить пожарным автомобилем. Все супер. Незабываемое впечатление. Первый раз вижу, когда дрифтят на пожарной машине. Напряжение на соревнованиях даже больше, чем при боевом выезде. Не волнуются только бывалые водители. Так что соревнования – хорошая возможность набраться опыта.